всем привет начинаем путешествие по петербургу как-то тут я выходил на набережную на нашу красивую тапель что я забыл добавить и видел вот такое судно на котором написано большими буквы в росморпорт росморпорт и названием простенькое такое москва вот она меня заинтересовала сам то я из бывших тоже когда-то работал и служил на пароходах на равных и вот решил пройтись посмотреть что это такое вот и здесь какой-то сюжет чтобы люди знали что стоит такое судно она достаточно частенько стоит у благовещенского моста его хорошо видно с васильевского острова какой красавец это электроход москва первый главной корабль головное судно вот из двух второе судно такого же типа все то же самое только другая надпись надпись там санкт-петербург вот хочу вам показать что вы были в курсе что есть такое судно есть красавчик да то чувствуется мощь конечно действительно посмотри такой мощный до такой упертый даты действительно чувствуется мощь в этом пароходе вот главные его характеристики размещение 10 тысяч тонн заложен был тысяч пятом году 2006 году спущен на воду и только 2008 году данную эксплуатацию то есть практически два года его сдавали ну в сдачи входит оборудование там много конечно различных вопросов не просто так спустил на воду еще и пошло мне спускает только практически корпус а уже вот на воде делают все всю начинку начинка здесь достаточно серьезная длина его 116 метров такой немаленький я свое время служил на кинографическом исследовательском судне леонид демин у нас было 125 метров длина поэтому 116 метров это достаточно много поверьте мне ширина 26 метров половиной осадка 8 с половиной метров приличная очень приличная скорость хода ледокола москва и санкт-петербург в порядка 17 узлов на чистой воде это 34 35 километров в час для морей и океанов это достаточно приличная хорошая скорость нормально вот а так наверно находит в районе 8 12 узлов это тоже нормально хорошо команда 26 человек ледовый корпус естественно потому что он ледокол рассчитан на толщину льда до 1 метра оборудован двигателями финской фирмы в арте вода двигатели в арте во вот там есть две винта рулевые колонки это для того чтобы более прилично маневрировать практически он может там как у нас было на пятки повернуться действительно хорошее оборудование вот что еще вам рассказать проект проект пароход да собственно говоря общем он может использоваться как еще и пожарное судно потому что вот на на борту его как вы видите находится пожарные лафеты пушки называемые до которые уже не знаю сколько но метров наверно да да 100 метров 60 50 могут тушить какие-то разливы нефти и охлаждать и так далее солидный солидное судно вот стоимость в тех ценах когда его строили 100 порядка около 3 миллиардов рублей тоже достаточно прилично но это нужное судно нужное судно потому что у нас есть проблемы с ходом выходом наш порт санкт-петербург финский залив замерзает вот и поэтому конечно нужен такой дизель электроход который помогает судам проходить да не только у нас есть еще нефтеналивные суда которые просто обязаны заходить и питать наш город вот вот поэтому посмотрите вот такое судно стоит будете был у нас петербурге будете проходить через благорический мост может вам удастся посмотреть его частенько там стоит все всем привет всем пока удачи на дорогах